Давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий Ефименко. Я живую работу в Харькове. Я горжусь своим продуктом и созданной мной продуктовой командой. Работаю я в такой токсичной и веселой сфере, как платежи различными картами, топливными, банковскими, дебетовыми, кредитовыми, лояльностями и так далее, в сфере интернет-эквайринга и самообслуживания. Работаю я инженером, то есть я тот человек, который решает чужие проблемы. Я являюсь я стервенелым продуктологом. Я очень люблю продуктовую разработку, я очень люблю синтезировать фреймверки для того, чтобы лучшие в мире команды могли сделать лучшие в мире продукты. Фреймверки управления, фреймверки технологические, принятие решений и так далее. О чем мы сегодня будем разговаривать? Во время моих выступлений, если у вас возникает неудержимое желание раздергать на цитаты, пожалуйста, не стесняйтесь. Если у кого-то возникают вопросы, большая просьба вопроса отложить на потом, если не забудете. Я буду идти вперед для того, чтобы не отвлекаться на кого-то конкретно. Все, да, запомнили теги. О чем мы будем разговаривать? Мы будем разговаривать о том, что когда собираются умные люди, и у них есть отличная идея, они начинают делать продукт. Трава зеленая, море синее, небо голубое. Вроде бы все хорошо. Вроде бы начинает что-то появляться действительно ценное, важное, нужное, и возникает ощущение, что ты делаешь мир лучше. Но вдруг начинаются всякие непонятные подземные стуки. Начинаются проблемы с тем, что теряется доверие пилотных групп к проекту. Начинаются какие-то непонятные баги. Начинаются недоверие продажников. Бывает еще такая ситуация, что продукт вроде развивается, а продажники уже просят остановиться и не выкладывать. Зачем нам ваши быстрые выкладки? Остановитесь, будьте добры, у нас показы, у нас продажи. Не надо, не надо нам генераторы фиксов. То есть, иными словами, продукт начинает превращаться в то, что в Одессе называют кошера в альмасриях. То есть, кошерно, но воняет. Прайон-номикон. Прайон-продукт по-гречески, номикон-книга-закона. Я переделал в более латинизированное название продукта-номикон. Пусть икнется лавкрафту. И чему я буду вас учить? Учить я буду вас тому, что когда возникает непреодолимое явственный кошера в альмасриях, есть люди, которым захочется продукт добить. То есть, добить его, закопать в землю. Я построил сегодня наше с вами общение от вредных советов. То есть, у кого нет юмора, сразу говорю, инвертируйте то, что я сейчас буду рассказывать в течение следующих 40 минут. Это не мистическая динозаврология сейчас будет звучать. Это опыт. Многие из этих антипаттернов я реализовал своими руками, за что мне теперь стыдно. Итак, команда. Команда, как мы ее видим? О, я вижу все любители World of Tanks. Команда – это самая хрупкая составляющая в грибнице, как я ее называю, или как по-умному называют в экосистеме продукта. Поэтому давайте поговорим в первую очередь о антипаттернах командотворчества. Бизнес существует потому, что… У кого есть какие-то идеи? Потому что есть какие-то идеи, которые превращаются в деньги. Не надо превращать идеи в деньги, не надо решать чужие проблемы. Занимайтесь творчеством. Вы же клевые девелоперы, пишите код. Не нужно планировать, реализовывать. Просто собирайтесь большими тусами, ищите себе коллег, которые любят что-то творить, и творите. Это ведь действительно то, что в этом мире нужно. Зачем кому-то решать чьи-то проблемы, еще на этом деньги зарабатывать? Это глупости. Не цените людей, которые умеют решать проблемы. Терпимость. Пусть ваша команда будет терпимая, терпимая. Но есть там лежит какая-то большая коровья лепешка. Идите мимо. Все равно этих лепешек в продукте будет много. Зачем всякие вот эти глупости, хотя бы поставить табличку «здесь мины», а еще лучше взять, собраться с духом, и все это изменить. Не нужно. Идите дальше. Зачем внимание к мелочам? Ведь самое главное – маркетинг. Вот я недавно купил эргономическое кресло, такое все из себя дорогое и все эргономическое. Оказывается, под это многосот-евровое кресло под болты забыли положить гроверы. В результате болты раскручиваются, у меня сначала начинают болтаться, а потом отваливаются ручки. Это же круто! Понимаете? Это же круто! Это, видимо, какой-то негласный картельный сговор. Теперь я не буду покупать это кресло, но зато куплю кресло у конкурентов. Вместо того, чтобы купить одно кресло и сидеть на нем годами, я куплю два кресла и выкину каждое через полгода. Поэтому не цените людей, у которых проявляют нетерпимость. Они зануды. Они придумают вам 276 способов и 286 оправданий, и 186 косвенных признаков, почему это надо изменить. Не слушайте их. Бойтесь, чтобы ваша команда испытала стрессы. Как сказал один умный человек, трудное время хорошо высвечивает замечательных людей. Это был Эрих Мария Ремарк. На что ему из глубины веков другой не менее замечательный человек, Игнациус Лаёва, его последователь Тваркемемада, сказали, ага, особенно если их снизу подсветить костром. Не надо пытаться у своей команды определить какие-то горизонты, потолки и определить порог возможностей. Не используйте стресс для этого, избегайте его. Вы можете прочитать всякие умные книжки, в которых будет написано легко, было только вчера и прочее, прочее. Не нужно. Станьте командой, которая отстанет от компании в ее развитии. Добейте продукт. Собеседование. Собеседование это великолепный, самый часто распространенный и самый неправильный, но именно поэтому любимый способ принятия на работу. Зачем вам пойти покушать с человеком, дать ему тестовое задание или рискнуть деньгами и принять в команду. Поговорите с ним. Пусть он вам расскажет по принципу, ну что, я был на собеседовании и как. Да, все нормально, прикинулся умным, выкрутился, поверили. Не надо определять, что такое для него сложность задачи. Пусть он вам расскажет, какой он ответственный, честный, решительный и как он чудесно умеет считать люки на Манхэттене. Зачем? Собеседование это лучший способ похоронить деньги или принять на работу врага. Это то, что нужно вам для того, чтобы завалить вашу команду. Во многих компаниях венцом карьеры разработчика является карьера менеджера. Это правильно. Превращайте своих хороших разработчиков в плохих менеджеров. Почему? Потому что хороший разработчик, превращаясь в плохого менеджера, становится чайка менеджером. То есть прилетел, поорал, погадил, улетел. А если хороший разработчик превратится со временем в чайка разработчика, то поорал, прилетел, покодил, улетел, гораздо же хуже, чем просто поорал. Поэтому превращайте ваших разработчиков, хороших специалистов в менеджеров. Это очень вам сильно поможет. Есть такая притча. Анакин Скайокер жил как раб. Тут приходит к нему Квайгон и говорит у тебя мидихлорианы в товарных количествах. Люк Скайокер жил, ну мягко говоря, тоже не очень хорошо. Тут приходит к нему Оби-Ван Кеноби и говорит ты нифига не раб, ты джедай. Гарри Поттер жил как ботан чмошный, честное слово. Приходит к нему Хагрид и говорит ты мак и волшебник. Бильбо Бэггинс тоже сидел в круглой своей дыре. Приходит к нему Гэндальф и говорит у тебя особая миссия. Только к Нео пришел лысый чувак другого цвета кожи и сказал ты избранный. То есть вся массовая культура построена на том, что ты сидишь как идиот и к тебе придет в 80% случаев бородатый и в 20% случаев лысый черный мужик и скажет пойдем со мной я помогу решить тебе твои проблемы и ты кем-нибудь станешь. Поэтому фиг ли вам все вот эти штуки-дрюки? Сидите на попе ровно. Когда выбирают между тем, что качать у команды, мотивацию или дисциплину, безусловно выбирают что? Это хорошие люди выбирают дисциплину, но подавляющее большинство людей выбирают мотивацию. Как говорят наши военные, для того, чтобы вступить до рукопашной схватки, боец спецназу должен протерять на поле боя автомат, бронежилет, каско, поясный нож, ремень, найти абсолютно ревную площадку, без вся лякою, каменицы или палецы, и вступить в эпичную, жестокую суточку с таким же раздолбаемым мастером рукопашного боя. Поэтому зачем слушать каких-то идиотов, несмотря на то, что они там написали умные книжки, являются бизнесменами планетарного масштаба, о том, что мотивацию можно только усилить или ослабить. Ее нельзя воспитать, ее нельзя внедрить, ее нельзя прокачать. Ее можно либо усилить, либо ослабить. Зачем там дисциплина какая-то, да? Мотивация. Качайте мотивацию. Мало того, что многие не самые известные и очень известные люди говорят, что дисциплина это раз, два, три. Очень маленькое количество говорит, что дисциплина разработчика это то, что не дает невыполнимых обещаний, не слушает авторитеты, а всегда сомневается, не смотрит на плохой код, а его переделают. А вот эту четвертую обея все всегда пропускают, потому что китайская промышленность сэкономила она на трех. Что такое человек, вернее обезьянка, которая держится? Она держится не за то, о чем вы смеетесь, она держится за хару, потому что у самурая на ладонь выше и на ладонь правее душа находится. Поэтому давайте вкладывать в дисциплину понятие, что это раз, два, три. И это даст нам все поводы не качать дисциплину, а пытаться прокачать мотивацию. Зачем вашей команде эффективные командные практики? Страшные ругательственные слова. Ауфтракс тактик или мишен тайп тактик, то есть философия управления, которая построена на намерениях, то есть постановка задачи от целей или от дерева бизнес целей. Мы хотим пойти вот туда, а вы, как конкретные исполнители, найдите хороший эффективный путь, все равно вы лучше знаете. Это пришло и от военных нам, потому что логично, что какой-нибудь фельдфебель Ганс лучше знает, как захватить в деревне гадюки на туалет, чем какой-то генерал за 50 километров от него. Зачем хорошие практики, тоже пришедшие от военных и которые работают в командах, например, СМИЯК? Это ситуация, миссия, экзекьютив, артефакты и логистика, команд и контрол. Иными словами, идеальный сценарий поведения, тестирования, которое можно просто брать и нести в код. В каких условиях, какой объект, для чего, каким образом меняется, кем, какой получаем результат. Зачем? Зачем нам всякие эффективные командные практики из разряда Атраа Ишит? Израильская практика, которая появилась после того, как разведке было очень, мягко говоря, ссыкотно идти к премьер-министру в канун войны судного дня, и они просто прощелкали первый удар, им там наваляли эпических люлей, после чего израильтяне внедрили такую штуку, нет иерархии, нет субординации, самый раз последний лейтенант может прийти к генералу, открыть дверь ногой и сказать, у нас здесь Г, а потом через полгода прийти и сказать, а я вам приходил полгода назад, про Г рассказывал, это Г убрали, и у них именно лейтенанты получают медали за это, а не генералы. Зачем такие штуки? Это дорого, это долго, это тяжело взращивается, это сразу сужает потенциальное количество ваших наемных работников до очень-очень маленькой точки на рынке труда. Зачем? Зачем такое использовать? Не нужно, полный задом наперед, вот наше все. Берегите состав команды своей, несмотря на то, что они требуют к закупке вот такие шорты, берегите, это же очень важно для того, чтобы у вас не упало велосити, продуктивити и общее количество команды. Ну и плевать, что классные ребята будут отвечать своими недолюбленными женами, недогуленными детьми и недочитанными книжками за действие диверсии вот таких вот рукозадых разработчиков. Не нужно. Человек может приспособиться ко всему. Любая команда может приспособиться даже к такой штуке, как разобщенность, отсутствие общих целей, отсутствие единой системы ценностей, отсутствие единых практик, единых подходов. У меня на прошлом XP Days, когда я рассказывал про систему ценностей продуктовой команды, спросили, а могут быть разные системы ценностей в разных рабочих группах и командах в рамках одной компании? Могут, но это приблизительно то же самое, что у вас через шину два модуля общаются друг с другом по разному аппе. Они будут долго общаться, пока не найдется какой-нибудь совершенно ненужной, нетерпимой чувак не придет и не свяжет их между собой. Будьте честными, это зарядка для шеи, будьте честными, хороший принцип, но он не для нас, поэтому давайте говорить, глядя в глаза, например, на собеседование, мы полгода пилили архитектуру и теперь печем фичи как пирожки. Давайте говорить, у нас там, линдевелопмент, а на самом деле мы собрали из гей-палок, да? Давайте говорить, нифига-фига кэф-продакшн, а у нас быстрый отклик от пользователей, у нас все agile, вот, давайте говорить, не рукозадые разработчики, а гибкие разработчики, обманывайте себя, даже на уровне курилки, это очень помогает, это делает ваших разработчиков гордыми. А теперь я бы хотел поговорить немножко о продажах. Смотрите под ноги, занимайтесь, причем я говорю теперь и о внутренних продажах, в том числе, занимайтесь ближним планированием, занимайтесь задачами, которые позволяют вашим штанам не упасть. Зачем вам несколько горизонтов планирования? Зачем вам какая-то стратегия? Утилитарные задачи это наше все. Ваши разработчики будут счастливы, циклично решая такие утилитарные задачи, ни разу не работая над каким-то core development R&D операциями, либо прототайпингом на глубокое будущее. Это дорого, долго и неэффективно. Поддержание штанов это наше все. Не общайтесь с конкурентами, не общайтесь с конечными пользователями, сидите в офисе в своем уютном мирке. Зачем вам за чашкой пива разговаривать конкурента, чтобы он вам рассказал какую-то страшную тайну? Я тоже ржал над своими слайдами. Чтобы он вам рассказал какую-то страшную тайну, это позволило вам его опередить. Зачем вам всякие глупости из разряда, что самый серьезный инсайт он хранится где? Он хранится не в обратной связи, а в том, что пользователь не может даже выразить словами. Надо идти к пользователю, надо смотреть, что он делает, чесать репу и двигаться вперед. Зачем? Это дорого? Сидите в офисе. У вас всегда будет шанс оказать первое впечатление. Поэтому гоните баги вперед. Потом вы возьмете и оденете на него клевый модный сюртучок и он станет фичей, которую вы просто перепродадите неоднократно. Хорошо, пауза на фотографирование. Не говорите слова нет. Вы же хотите быть душкой. Зачем вам говорить нет вашим заказчикам, вашим коллегам, которые пришли, отрывают вас от какой-то мейнстримной задачи, которая несет себе масштабы риски существования компании или позволит вашей компании жить очень хорошо, долго и нудно. Не будьте дедюкой. Отвечайте всем да, тратьте на них время, позвольте сбивать вас с фокуса, позвольте вам заняться решением их проблем частных, неизвестно кем приоритизированных, чем проблемами всей компании. Время для фото. Продавайте свои продукты. Вот берите и продавайте продукты. Не занимайтесь этой ерундой, что на самом деле вы должны не продавать продукты, а вы должны привлекать инвестиции в виде ценности, идей и очень клево денег ваших пользователей или ваших клиентов. Осуществляйте тупые продажи. Ваши клиенты ничего не инвестируют в ваш продукт. Зачем? Зачем с ними работать, как будто они самая ценная, как будто они портфель инвестиций, от которых зависит ваша жизнь? Не ищите инвесторов, ищите покупателей. На всякая планета большая, на всякий продукт, покупатель найдется. Рынок прощает тем продуктом, чьи создатели сидят на попе ровно и не ценят время. Рынок прощает тех, кто не относится таким образом, что он кандидат на увольнение у своего клиента. Он первый на увольнение. Кто его не уважает, он прощает. Планета большая, покупатели для продукта всегда найдутся. Будьте перфекционистами прокрастинаторами. Не делайте плохо сейчас, а сделайте хорошо никогда. Тяните время, не цените его. Вы можете прикладывать огромное количество усилий, но если это не приводит к увеличению добавочной стоимости, появлению дополнительных денег, финансов, может быть, каких-то нематериальных активов. Это плохо, скажут вам апологеты бизнеса. Не верьте им. Ну подумаешь, осуществили продажу, которая принесла головную боль. Ну подумаешь, сделали фичу, которую продать невозможно, поэтому мы ее стараемся что сделать? Допилить. Мы боимся с ней расстаться. Зачем? Она родная, вы ее выничили, выносили, тяните дальше, пусть она у вас увеличивает пассивы, пусть она не добавляет прибавочной стоимости, рефакторить ее. Зачем ее выпиливать и выбрасывать? Что такое деньги для разработчика? Это тлен. Он делает код. Продажи как внешние, так и внутренние, когда вы внутри компании продаете идею, это безусловно красивые костюмы, сверкающие зубы, модные портфели и так далее, и так далее, и так далее. Не слушайте тех людей, которые говорят, что продажа идеи, неважно это идея, вы продаете заказчику, либо вы внутри компании продаете фреймверк, методологию, систему ценностей, какие-то подходы. Не верьте, что они говорят, что продажи это тяжелый труд по планированию, проектированию, подготовке, разведке и так далее, и так далее, и так далее. Они вам будут говорить абсолютно правильные вещи, что план это фигня, план работает до первого контакта с врагом, говорят военные, поэтому не надо планировать. На самом деле планировать конечно нужно, но ограничивать себя в горизонтах планирования. Но вам это рассказывать долго и дорого, скажут ваши менеджеры, поэтому напиши мне пожалуйста отчетик по-быстрому, чтобы я отчитался перед вышестоящим руководством, и забудь про него, и делай все дальше в отхок режиме, и будет прав. Зачем вам синхронизировать понятие готово с заказчиком? Это так увлекательно. Вы представляете, месяцы нудной разработки сменяются драйвом, фаном по запуску этого всего добра в работу. Это же клево, это доставляет массу удовольствия. А теперь поговорим о том, что мало набрать команду, мало обучить продажников, мало выработать какую-то стратегию, правильную, неправильную, неважно. Важно это все реализовать. Какой самый правильный, правильная метрика в этой жизни для фичи? Кто занимается продуктовой разработкой? Кто занимается аутсорсинг продакт девелопментом? Какая у вас самая важная метрика? Счастливый заказчик. Условное понятие. О! Жизненный цикл фичи. Но эту метрику как правило предпочитают не мерять, потому что стыдно становится. Мне например за многие фичи, которые я бы хотел сделать совершенно стыдно. Именно поэтому надо мерять что-то другое. Зачем вам жизненный цикл фичи? У вас все равно будет спинорукий слонокот, которого вы будете любить. Если вам стыдно, придумайте себе какие-то другие метрики. Постройте по ним график, он будет выглядеть совершенно красиво. Теперь хотелось бы поговорить о том, что ближе всего нам как разработчикам то, что хочется, чтобы было водка, дам и патифон, а получается каменный цветок, который ни разу не выходит. Про реализацию. Не визуализируйте свою архитектуру. Зачем? Меня однажды на одном тренинге ребята говорят, а вот у нас проблемы со скелетоном. Говорю, ну тащите ваш скелетон. Они ну вот приносят ноутбук и открывают код. 15 мегабайт исходного кода. Я такой сижу, говорю, сколько у нас есть времени? Ну тут у нас вот там по плану давайте за полчасика посмотрим проблемы вскроем. Ну говорю, ребят, вы три года со своим скелетоном живете и чувствуете, что у вас проблемы. А вы, я, конечно, может быть, я стервенил и йода-масон, но я не способен за 30 минут вам вскрыть те проблемы, с которыми вы живете три года. Поэтому продолжайте делать, как эти ребята. Не визуализируйте. Зачем это нужно? Зачем общаться с кем-то на каком-то понятном им языке? Показывайте им код. Если вдруг вас вдруг угораздило визуализировать, используйте замечательный паттерн вот-зе-фак визуализация. Ведь все же знают, что это такое. Что это такое? Ну это же точки в окрестностях множества жюля в пространстве мнимых квартернеонов. Это же знает любой человек выйди на улицу спроси. Открываешь иногда визуализацию такого рода и глазам становится больно. не пишите через сценарии, программируйте в коде. Это то, что доставляет нам фан. Зачем вам какой-то сценарий поведения прозрачный и понятный каждому из вот этих 16 особей? У них на уровне спинного мозга зашито, что вот эти трое это те, кого съедят первыми. Вот эти пять это те, которые будут первыми защищать вот этих десять. Самое большое ценность это самки. Вот в стае вот эти пять это те, которые помогут вот этим пяти, когда их станет трое, а вот это это вожак. Вот не надо с ними конкурировать, у них были миллионы лет эволюции для того, чтобы выработать какой-то сценарий поведения, а у вашего продукта всего лишь какие-то считанные полгода год для того, чтобы выйти и захватить галактику в 12.00. Поэтому зачем вам сценарий поведения, зачем вам разработчик берет какую-то четкую, понятную, записанную на языке метапрограммирования историю о том, как кто-то когда-то, зачем-то и так далее, то, о чем мы говорили в СМИАК, и берет, переводит это на язык программирования, а эту же штуку берет тестировщик и переводит на язык тестирования. Это же дорого, это же требует дополнительных согласований, а тут же фигак-фигак и быстрый отклик от рынка. Не нужно делать сценарий. Поменьше шагов мышления. Вот что такое одношаговое мышление? Это когда есть проблема, ты ее исправил. Что такое двухшаговое мышление? Есть проблема, ты ее исправил и позаботился о том, чтобы она не повторилась. Что такое трехшаговое мышление? Это ты исправил, позаботился о том, чтобы не повторилось, и плюс позаботился еще о том, потому что ты же типа умный, что любой процесс деградирует. Это естественное течение жизни. Любой код деградирует. Мы не говорим о тех разработчиков, которые сразу пишут деградировавший код. Но с течением времени итеративно инкрементальный способ разработки, который наше все, он ваш код и архитектура убивает. Решения тупиковые появляются. И любые процессы, тестирование, ревью и так далее, они тоже деградируют. Поэтому третий шаг, это когда вы позаботитесь о том, чтобы процесс по поддержанию штанов не деградировал. А четвертый шаг мышления, что это такое? Это когда ты постоянно улучшаешь все свои процессы, расширяешь их, синхронизируешь между командами, проводишь какие-то автопатии за кружкой пива, вы обсуждаете, как вы будете с этой ерундой бороться дальше. Представляете, целых четыре шага. Давайте сведем это все к одному, сразу напрот. Архитектура или минимал валюбл продакт. Быстрая выкладка это ценность любой компании. Почему? Быстрый отклик от конечных пользователей, то, что является основой agile. Профукали квик что? Нет, квик фейл, то есть быстренько вышли на рынок, облажались, а потом зашли назад через другую дверь с чем-то уже хорошим. Поэтому быстрые выкладки это ценность для любого продукта. Соответственно, если это ценность, то обеспечиться она может только чем? Достаточно грязная архитектура. Архитектура особенно достаточно сложных продуктов, это штука тяжелая, муторная, больная. Соответственно, грязная архитектура, грязный код это ценность. Шах и мат, апологеты правильной разработки программ. Зачем вам к вашей архитектуре относиться как к ценности? Архитектура это долгосрочное обязательство, ее поменять тяжело. Если вы сделаете ее сейчас грязной, то вы же добьетесь цели, о которой мы говорим. Вы накопите технический долг, который вас рано или поздно придавит. Поэтому разделяйте понятие архитектуры и ценность и это приведет к позитивным результатам, например, к смерти. Рефакторинг. Самая страшная штука. Рефакторинг архитектуры. Как мы уже говорили, что архитектура это долгосрочное обязательство, поэтому ее отрефакторить невозможно. Просто невозможно. Рынок будет вашего кита раскормленного затягивать назад. Поэтому не надо рефакторить архитектуру. Ну и что с того, что через два года вам скажут нафиг с пляжа? Не трогайте ее. Модель данных. Не надо рефакторить модель данных. Зачем вам все эти глупые дедедишные штуки в виде поиска концептуальных зависимостей? Зачем вам в архитектуре минимизация интерфейсов, минимизация ответственности, разделение ответственности и прочие всякие глупости? Зачем вам в модели такая штука как оптимизация? Зачем? Таблица в конец, параметр в конец, это те паттерны, которые позволят обеспечить быструю разработку. А умные люди вообще сказали, что хороший код невозможно написать, поэтому надо им верить. И что с того, что старик Декарт говорил о принципе глобального сомнения? Вот сказал Мартин Фаулер 1 апреля 2003 года, что невозможно написать новый код? И все ему верят. Это же правильно, он же авторитет. Делайте последними под систему сбора, ротации и анализа логов. Это сделает вас очень счастливыми. Вы же конечно живете в сферическом вакууме, у вас никогда не будет конечных пользователей, у них никогда не будет претензионки. Зачем вам трассировка в логах? Чтобы не дай бог с утра команда пришла и увидела в вики страничку, от которой всем становится стыдно. Например, взять и по логам вытащить все тормозящие хранимки и сделать частотную выборку параметров. Для того, чтобы взять и потом правильно применить то ли партиционирование, то ли кэширование, то ли еще что-нибудь. Зачем? Не надо. Факап, драйвинг, девелопмент это наше все. У вас случилась какая-то неведомая ерунда? И все. Вы можете честно сказать, я по логам посмотрел, там нет ничего, но мы сейчас быстренько выложим расширенное логирование и когда оно снова случится, то мы будем во всеоружии и мы будем четко знать, что мы будем делать. Это же увлекательно. Это же увлекательно. Вы представляете себе, если вы вдруг начинаете делать какую-то подсистему логирования, то у вас еще надо заниматься страшным. Страшнее только секс с малолетними азиатскими боброудавами для разработчика это тестировать логии, чтобы в них например не поступала чувствительная информация, чтобы они были достаточно компактны, чтобы если ты фигак-фигак там 64 килобайт на xml, то его не обрезал там сислок на каком-нибудь стареньком сервере, у которого ограничения в 1024 или еще что-нибудь. Зачем разработчик должен писать код? Ну и плевать, что код работает в сферическом вакууме. Не нужно этого делать, не развивайте свои подсистемы логирования, претензионки у вас не будет. Зачем вам всякие современные буллшит маркетинговые штуки, как API-driven development? Вы представляете ужас? Приходит к вам системный администратор и говорит, у нас на той-то ноде что-то последнее время вёркеры друг с другом дерутся. А вы берете так легко используя жесткие контракты между подсистемами, рассыпаете это на отдельные ноды. Представляете, вы это делаете за час. Никто не позволит вам, получается, вашими руками не позволил. Вы сами отняли у себя блаженную возможность прийти наморщить лоб, сказать, ооо, это тяжело. Мне мне нужно месяц на то, чтобы это автоматизировать, оптимизировать и рассыпать. Представляете, много-много субподрядчиков, проект, и вдруг вот вы там сидите, смотрите на хаос, который у них происходит, пишите их эмуляторы, а потом, когда они доходят до той же кондиции, до той же стадии развития своих интерфейсов, что и вы, вы бац с ними сшиваетесь мгновенно. Это же ужасно. Это же ужасно. Это лишает вас веселой ночи с понедельника на следующую пятницу и жесткой отладки. И я прихожу с выходных, смотрю, они там работали очень сильно, у них у вас это не работает, это не работает, а потом смотрим влоги, а там они индицируют запросы, и у них там ошибки из разряда не найден метод, или просто дамп в бэктрейс вываливается. Это же ужасно. Вы представляете, у вас до того, как вы начали разрабатывать код, есть контракты на поведение. Тоненькие очень интерфейсы, и сценария поведения, которые опираются на эти интерфейсы. И этот API не требует документации, потому что у него все названия кричащие, не просто парам-1, парам-2. Это страшно, это лишает вас такой замечательной штуки, как отладка. Не нужно заниматься внедрением API-driven development или взращиванием. вообще это глупая штука, которую придумал Эрик Эванс. Мы его не любим, у него книжка толстая. Забывайте, что у вас продукт сначала должен быть простым, потом быстрым, а уже потом красивым. Забывайте об этом. Применяйте какие-нибудь сложные решения. Ведь что такое простое решение? Это решение, которое требует минимум усилий. Что такое минимум усилий? Это задача категории 3 для инженера. У инженера есть 3 категории задач. Это неведома фигня, которую очень хочется сделать, но которую не знаешь, как сделать. Это небольшой перчик, потому что ты можешь пролететь по срокам, но в принципе индустриальные стандарты позволят это сделать очень быстро. И третье это рутина. Зачем нам делать какие-то простые решения? Придумайте сложные, придумайте какие-то монструозные, тяжелые решения, которые позволят вам потом завалиться по срокам, по скорости работы и так далее, и так далее, и так далее. Тут должен быть такой же подход, как к оптимизации моделей данных. Если вы начнете вдруг оптимизировать модель данных, то вы лишите себя такого счастья, которое например у меня сидит колом в одном месте. Это то, что называется big fucking query. Это же увлекательно. Берешь огромный запрос, лисинги такие, начинаешь партиционировать, оно уже и так партиционировано, с этот срез быстро работает, этот тормозит. То же самое и с решениями в коде. Городишь, городишь что-то, бац, оно не работает. У тебя появилась следующая задача, разобрать то, что у тебя не работает. Это же клево, увлекательно. Зачем вам какой-то value генерировать? Зачем? Не берите это в голову. Правильно, все, кто Диму Миндру про API-driven все сюда должны прийти. Зачем вам быть ботанами? Будьте мускулистыми, суровыми мужчинами, которые могут читать бинарный протокол с экрана. Зачем вам какая-то глупая автоматизация всего? Сборки, тестов и так далее, и так далее, и так далее. Вы представляете, если вы вдруг внедрили API-driven development, у вас появляется такая штука, как вы можете отсечь UI. У вас просто тянет автоматизировать и все вот эти десятки тысяч тестов, которые идут у вас часами, вы можете запустить через API. Зачем? Ведь если вы спроектировали хорошей API, то у вас не появится так называемого упрощенного API, который вы быстро прилепили сбоку, и который является теперь вашим стыдом. И упрощенный API вы не сможете автоматизировать, потому что он очень кривой, кривой, а хороший, правильный кошерный API, его просто руки тянутся. Поэтому здесь смычка. Не применяйте API-driven development, и вам не придется автоматизировать, и вы будете мускулистыми, суровыми, брутальными мужиками. Борода маленькая, я считаю. Все вас будут считать великим нагибатором, и у вас получается personal centric, такой development. А кто у нас тестирует? Вместо того, чтобы тестировал робот, у нас тестирует некий мифический Игорь. А так получается все перед роботом равны. А с Игорем можно договориться. Итак, вы можете верить, не верить в то, что я рассказывал, но если вам стало немножко стыдно, и зачесались руки что-то изменить, мы не зря провели это время. Вот кейворды некие, которые бы я хотел вам оставить, для того, чтобы вы могли покопать самостоятельно. Вернуть, да? Ну вообще презентация будет выложена безусловно. Ну это было бы жестоко. Кстати, у Мана вышло шикарное искусство войны в картинках, очень толково сделано. Что я вам хочу пожелать напоследок? Я хочу пожелать, чтобы любая информация в конце концов превратилась в опыт и позволила вам вырвать ее своими или чужими усилиями скорлупы вашего разума. Я хочу вам пожелать хорошего кошерного жизненного цикла вашим фичам, как можно более короткого, для того, чтобы вы свои фичи не возили в колясках, а зарабатывали на них деньги. Я хочу, чтобы в любых токсичных условиях ваши продукты взлетели, либо ваши проекты взлетели, и вы от этого испытали огромное моральное и материальное удовольствие. спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы. Мой любимый слайд. Вопросы? Я прошу прощения, есть кто из организаторов, чтобы дать микрофон? Нет, тогда я буду переводить вас озвучивать. Можете как-то более расширенно я считаю, что я понял, вопрос звучит в том, а какой конфликт между мотивацией дисциплины? Конфликт в том, что к сожалению времени у вас мало, и все равно приходится расходовать ресурсы или на то, или на другое. Невозможно часто усидеть на двух стульях. Тут вопрос заключается в очень хитро, если у вас хороший правильный продукт, хорошая правильная методология, эта штука мотивирует вашу команду. Если у вас плохой продукт, то как вы не мотивируете вашу команду, вам придется в ней взращивать дисциплину, и для того, чтобы она просто тащила этот чемодан без ручки. Поэтому тут надо искать баланс, в зависимости от того, насколько у вас хороший с инженерной, с методологической, с продажной точки зрения продукт. Если вам повезет найти такой баланс, отлично, ваш продукт будет как перпетуум мобилизировать вашу команду. Но какая бы ни была мотивация, без отсутствия дисциплины разработчика, не делать плохо, вы никогда не построите хороший продукт. Почему? Потому что вам придется выстраивать дополнительные контура управления. Это всегда долго, дорого и слабо эффективно, потому что на всякое действие, на всякое ядие есть антиядие. Выстраивая могучие контура управления, вы стимулируете своих разработчиков эти контура пробивать. То есть вместо того, чтобы делать продукт, они придумают, как ваших менеджеров и тестировщиков обмануть. Ну а скажем так, идеальный случай может ли, как вы считаете, может ли мотивация хорошая дисциплина следствия мотивации? Вопрос хороший, но давайте мы проявим уважение ко всем, и мы потом разберем вопрос, когда вы его сформулируете. Договорились? Спасибо большое. Кого еще есть вопросы? Ага, герой. А, я понял, скоро же виски-пати, все сейчас... В идеальном случае может ли быть такое, что дисциплина будет следствием хорошей мотивации? Ну, в очень идеальном. Такое бывает, чуть чаще, чем появляются розовые пони с сиреневыми крыльями, но бывает. Спасибо. Дисциплина это такая штука... Это такая штука. Я понял. Конечно, хорошо, когда она есть, но воспитать ее практически невозможно. Косвенно через систему ценностей, когда в режиме вот делай, как я, что человек просто из стадного инстинкта пытается не делать плохо, но только очень косвенно. Это то, что на уровне мамы-папы и грамотного менеджера. То есть тут вопрос в том, что в принципе да, иногда под дисциплину воспринимают за мотивацию и наоборот. Но мое такое мнение, что дисциплина разработчика это лучше, чем мотивация, потому что дисциплинированный разработчик, он сделает код хороший и хороший грамотный менеджер позволит ему самомотивироваться от осознания факта, что он сделал какую-то хорошую штуку. Спасибо. Можно попросить два слова про API-driven development, потому что я на том докладе не был неприятно красивым. API-driven development это концепция, когда у вас контракт между подсистемами, чем мельче подсистема, тем лучше, появляется раньше, чем код. И критерий качества хорошего API это его компактность. Иными словами, это вот те самые микросервисы. Чем компактнее у вас подсистема, тем компактнее у вас API. Чем компактнее у вас API, тем проще что? Тестирование. Абсолютно верно. Тем проще вам построить, когда у вас допустим мощная распределенная система, тем проще вам построить что? Эмулирование. Эмулирование, то есть ваши железячники или там субконтрактеры биллинга или еще, еще только начинают писать документацию, а вы уже на основании API построили эмуляторы и уже сидите такие окей, мы ждем вас, гайз. вот, дальше, API driven development предполагает то, что API интегрирован с вашим DSL, domain specific language, у вас переменные API, методы API, те, которые в envelope идут, допустим, вы выбрали данные, некую коллекцию записей, а вам еще для каждой записи выдаются дополнительные DSL конструкции из разряда, а отредактировать ты ее можешь вот так, и sign method к нему вот такой, клиентский сертификат вот такой, будь счастлив, и так далее, то есть, это штука, которая позволяет рассыпать и договориться, самая большая проблема в нашей отрасли, это договориться, правильно, в результате компактные сервисы с компактными API позволяют очень быстро написать код, который к тому моменту, когда ваши подрядчики только-только начинают чего-то отлаживаться, у вас это уже покрыто тестами, и вы, или не ради, даже документацию написали, несмотря на то, что у вас API достаточно говорящий, если вы его спроектировали, исследуя принципы DSL, это вот такие самые ценные вещи, как следствие этого, безусловно, больше всего это поймут тестировщики, у которых есть возможность, если, допустим, распределенная система не прошла тесты, и благодаря узкому API и рассыпанности вы быстро локализовали проблему, вы просто ноду выбрасываете, и вместо нее ставите эмулятор, да, это снижает количество, допустим, проходимых датасетов, никакой эмулятор не заменит реально работающий код, потому что, как правило, эмуляторы не только в API driven development, но вообще пишут по принципу pattern matching, нашел что-то какие-то зацепки в запросе, выдал какой-то ответ по словарю с небольшой динамикой, если эмулятор становится сложным, то он становится типичным продуктом жизнедеятельности разработчика, который чаще всего надо покрывать тестами, то есть, грубо говоря, та штука, которая предназначена для тестирования, требует тестирования, которое требует тестирования, и так далее. Вот самые большие ценности API driven development, я ответил на ваш вопрос. Если интересно, можем посечься на эту тему, там есть серьезная перпендикулярность поклонникам REST, в каждой парадигме есть свои семантические провалы, но с точки зрения быстрой разработки распределенных систем с большим количеством параллельных рабочих групп, пока я считаю это лучший способ. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Я правильно понимаю, что вы имеете ввиду, что это цель для эволюционирования, а не то, что надо попытаться прям завтра у себя применить? Я вообще сторонник эволюции, потому что любая революция заканчивается кровавыми соплями, слезами и плачем детей. То есть революцию можно делать, но тогда вы должны взять уволить всю свою команду. Это тяжело и больно и дорого. то есть я сторонник эволюционного подхода, но я сторонник того, что если кто-то в команде начинает тянуть всех назад, например, он не хочет эволюционировать, то его надо как кита в море. Хорошо, какие есть еще вопросы? Да, пожалуйста. А, вы не вопрос, вы микрофон подержать. Хорошо, тогда всем еще раз большое спасибо. я с вами прощаюсь. Найти меня, чтобы поговорить про эту, можно здесь. Всем хорошей конференции и хорошего виски-пати. 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 Спасибо. Продолжение следует...